За какой фильм вы болели на церемонии вручения Оскара? Я считаю, что кто его ждал и хотел, тот и должен был получить. В общем, кто получил, тот и молодец. Ди Каприо? За выживший, за Ди Каприо, естественно. Почему за него? Ну, я в принципе считаю, человек талантливый и достоин был. Как минимум уже в шестой раз он номинировался, достоин был получить. Тем более фильм достаточно интересный. Сыграл хорошо. Ну, я рада, что дали Ди Каприо, но сам фильм мне не понравился. Выживший, да. Рады, что ему дали Оскара? Я не знаю, что ему дали. Мы дали. Отлично, я очень рада за него. Наконец-то он получил. За Леонардо Ди Каприо. А почему за него? Почему за него? Ну, потому что это, по-моему, единственный актер, по крайней мере, который в этом сезоне выдвигался, который реально заслужил. Он нормально относится к России. У него дед был русский, бабушка наполовину русская. Какой? Ди Каприо. Он не получил? Я еще не знаю. Получил. Получил, но слава богу. Наверное, все-таки за Ди Каприо, где он играл свою роль. А почему именно за него? Ну, мне кажется, человек давно достоин. Я ставила ставки на лучшего актера, которого играл Стива Джобса. Я не помню, кто это. Ну, я болел за Ди Каприо, за его фильм. Ди Каприо, да. Ну, Ди Каприо молодец, в принципе, чувак позитивный. Больше ничего сказать не могу. Вообще, самый крутой сериал – это «Викинги». Марсианин и Выживший, да, вроде как, они уж слишком все как-то наигранно, надуманно. Сценарий не совсем адекватный реальности. Поэтому, ну, я рада. Вот как дали, господи, Леонардо Ди Каприо, да, дали Оскар. За него я рада, потому что он действительно талантливый молодой человек. Но Смоктуновский наш, я думаю, что намного круче.